А в Южной Корее прошли World Cyber Games, крупнейший международный чемпионат по компьютерным играм. Конкурс называют виртуальной олимпиадой, и главное отличие в том, что в киберспорте список дисциплин постоянно меняется. Возможно, что в Counter-Strike в этом году играли в последний раз. Из Пусана, репортаж Михаила Лесяцкого. Кому достанется золотой кубок компьютерных чемпионов? Перед стартом игр в Бусане букмекеры отдавали предпочтение хозяевам первенства, 11 лет назад придумавшим и воплотившим идею World Cyber Games. Лос-Анджелес, Сингапур, Кёльна, китайский город Чинду и итальянская Монца. Проехав 5 стран и 3 континента, финалы Всемирной Киберолимпиады возвращаются на родину электронного спорта. Казалось бы, дома и стены помогают, однако корейских мастеров на этом чемпионате подвигают пенесталу. И кто иные, как российские игроки. Обыграть корейцев стратегию StarCraft 2 все равно, что одолеть китайцев в пинг-понге или бразильцы на футбольном поле. Но россиянину Олегу Купцову, известному онлайн под прозвищем Титан, это удалось. Победно размявшись на оппонентах в подгруппе, дебютант финалов World Cyber Games сенсационно выбил из борьбы одного из главных фаворитов. Для выхода на титульный бой не хватило буквально одного верного клика. Соперник по полуфиналу оказался чуть хитрее. Вы меня простите, народ. Я еще лучше придумаю что-то. Просто это правда фейл. Я уже готов побеждать. В сетке футбольного турнира состязались 64 игрока. В итоге сильнее всех оказался представитель Германии. В финале он победил польского прогеймера 2-0. У нас пару раз падала сеть, но на результаты это никак не повлияло. Все участники соблюдали принципы фэр-плей. В битве за чемпионство старейшие из дисциплин Counter-Strike сошлись европейские ветераны. На главной сцене поляки Эгейн и шведы СК Гейминг, обидчики российской команды Moscow Five, в итоге занявшие третье место. Но расстроить сразу два славянских коллектива скандинавам не суждено. Полтора часа нервного тира и рекордная третья подряд Олимпийская Виктория дает триумфаторам право нарушить строгий киберспортивный режим. Будем праздновать, пойдем на вечеринку. Думаю, мы это заслужили. Если останемся живы, завтра полетим домой. Игры, как и люди, рождаются, живут и умирают. Только значительно быстрее. Не исключено, что в Counter-Strike на World Cyber Games состязались в последний раз. Список игровых дисциплин ежегодно определяют голосованием в интернете, а новое поколение неизбежно выбирает свежие развлечения. В принципе, те игры, которые мы любили в последние несколько лет, они уходят на покой, на их примеры приходят новые. Вместе с новыми людьми, которые только узнают о гиберспорте, это видно по турнирам по StarCraft 2, по League of Legends. Но эти перемены нам скорее на пользу. Команда геймеров-неофитов RU Legends, собравшаяся для игры в набирающей популярность шутер Crossfire, завоевала вторую для россиян бронзу на чемпионате. Подводя итог медальному зачету, скажем, корейская сборная все-таки отстояла кубок. Четыре золота, два серебра и бронза. И ровно через год лучшие игроки планеты будут защищать свои достижения на выезде. В 2012-м чемпионат мира переедет в соседний Китай. Михаил Лисецкий, Евгения Куртинова, Бусан. Специально для Вестеру.